Друзья, на связи с Март. И сегодня 5 апреля 2023 года. В Харькове переменчивая погода. Местами дождь. В основном, конечно же, тучи. В принципе, даже местами где-то проявлялось солнышко. Но, к сожалению, такая погода, наверное, продлится еще достаточно долго. В Харькове относительно спокойно. Но, конечно, воздушная тревога, в принципе, так и звучит. В неделю у нас есть свет, отопление, вода. Теперь жизнь продолжается. На всякий случай, наши государственные структуры выложили список харьковчанам, где брать воду, если в кранах не станет воды из-за удара Российской Федерации. И выложили подробные адреса. Это, в принципе, работающие колонки, где можно набрать воду техническую. Или, если есть фильтры, можно ее и очистить. Колонок особенно много появится на Немышле Краснодарская. На других районах нашего города. В принципе, это хорошая затея. Так как мы, бывает, часто находимся без воды. И когда в городе был блокаут, как раз и не было горячей и холодной воды. К примеру, пункты для обогрева и пункты на слабости, они очень сильно помогли людям, когда не было отопления от блокаута. К сожалению, продолжаются обстрелы приграничных сел Харьковской области. Кнымым это Купинск и Волчанск. К сожалению, Харьковская область все еще страдает от обстрелов врага. Без газа остается достаточно большое количество людей, те, которые находятся ближе к границе с Россией. Там многие сейчас без газа. Наши командальщики стараются все отремонтировать и подать газ. Ситуация, конечно, ужасная. Работы, конечно же, продолжаются. Я очень надеюсь, что все скоро будет хорошо. И в квартирах, и в домах будет газ. Конечно же, хотелось бы вернуться к парку Юрьева. Парк Юрьева продолжает жить. Люди возвращаются в Харьков. И в парке очень много людей. На детских площадках играют дети. Очень много работает магазинов, кафе, даже рестораны и клубы. Работают супермаркеты. Люди что-то покупают. Время, когда Харьков обстреливали, люди все равно гуляли по этому парку. Даже тогда Юрьева и в сквере Стрелка можно было гулять рано утром. Идя мимо магазинов, понимаешь, что жизнь в принципе возвращается. И это уже большой показатель за детьми, которые играют на площадках. Очень даже приятно, так как понимаешь, что уже дети привыкли к тому, что можно жить дальше. Уже нет того ужаса, который был ранее. И постепенно город возвращается к жизни. В дорогах можно увидеть много машин, а в городе работающие кинотеатры, которые можно посмотреть фильм. Внимание на то, что работают лотки, где можно купить тоже неплохие продукты. Мясо, колбасу, овощи. Здесь также работает супермаркет. Их тут не один. Очень даже порадовался, что работает спортзал. Хотя в городе много спортзалов работает на данный момент. Что может не радовать. А еще работает ночной клуб Freedom. Магазины для детей. Детские игрушки. Конструкторы Лего. Поэтому выбор всегда есть. Но не может, конечно, не радовать. Стоят секонд-хенды, куда приходит достаточно большое количество людей. А вот фирменные магазины. Людей стало заходить, конечно же, меньше. Конечно же, ближе к лету все изменится. А также, что очень сильно порадовало, это то, что мамы гуляют со своими детьми. Дети катаются на самокатах, на роликах. Много людей на велосипедах. То есть классно покататься на велике. Здесь будет очень красиво. А вечером загорятся фонари. Обратите внимание, что по дороге вдоль роста и в сторону коммунального рынка, к сожалению, дорога тоже не освещается. Встречаются только пешеходные переходы. Кстати, очень классно. Потому что, когда ты едешь вечером, ты не видишь пешеходов. Друзья, а на этом у меня все. Друзья, хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы остаетесь с нами и подписаны на наш канал. Также зрителям, которые смотрят это видео. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Впереди будет много интересного. Также не забывайте смотреть старые видео. Недавно я выложил в село Кутузовка вторая часть. Это оценили. Ведь я стараюсь только ради вас. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok